Всем доброго вечера, всем привет! И мы начинаем разговаривать про самый веселый, самый счастливый праздник, самое радостное время, то, про которое, наверное, единственное в Торе напрямую написано, не единственное, но про него напрямую написано, что вот это праздник радости, праздник чисто радости. Мы сейчас в Роша-Шана и в Йом-Кипур говорили вот эти фразы. И там все время хаим, 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 хаим. Жизнь, жизнь, жизнь. То есть мы говорим, что вспомни нас в жизни, царь жизни, царь живой и вечный, запиши нас в книгу жизни, ради жизни, жизни, жизни. Все ради жизни. Иудаизм – это религия бесконечной жизни, бьющей ключом. Это религия жизни, которая не умирает, которая воскресает. Это самый такой мощный стейтмент такой бесконечно заряженной жизни. И потом эта жизнь, она соединяется вообще с бесконечным источником жизни. И в Суккот, то, что мы говорили в Роша-Шана, что вспомни нас в жизни и так далее, мы это стараемся, мы это по-настоящему закрепляем и проживаем. Вот основной концепт. Теперь интересные штуки про Суккот. Веленский Гаон говорит, что Суккот – это самый сложный праздник. Почему? Потому что в него написано, что «семь дней радуйся». То есть ты должен семь дней радоваться. То есть получается, что семь дней радоваться – это значит, что там посчитать, сколько секунд, сколько-то тысяч, сотен, не знаю, сколько, очень много минут, очень много секунд, 24 часа, семь дней в неделе. Ты должен радоваться без остановки. То есть ты проснулся такой, ой, что-то сегодня не… Все, ты пролетел. Вот, сложный праздник. Но с другой стороны, может быть, он для евреев и не такой сложный. Его же нам дали. Почему он для евреев несложный? Потому что у чукч, у них есть 10 слов для описания снега, потому что это то, в чем они живут. А у евреев есть больше 10 слов для описания радости, потому что это то, в чем они живут. Это очень красиво. Это обожаю. Просто обожаю. Ну, давайте разбираться с Суккот. Я заранее извиняюсь чуть-чуть, если я вдруг буду сегодня, может быть, немножко больше залипать. У меня температура и такое муть. Но я чувствую, что все будет замечательно. Ну, и тема радостная. Давайте, значит, подумаем, какие у людей потребности? Самые вот базовые, главные такие потребности. Текст. О! Кого это я слышу? Где ты? О, вот он. Правильно. Это базовый. Я на рыбалке. На рыбалке. Утром и вечером, да, у тебя эта потребность? И днем тоже. Ложась и вставая. Да, ложась и вставая. В дороге и в учебе. И каждую секунду праздника Суккот. Ладно, какие еще более базовые есть? Ну, самые базовые потребности. Что ты говоришь, Лена, еще раз? Спать и есть. Спать и есть. Спать и есть, да. Это супер базовая. Следующая после этих. Про спать и есть мы тоже сейчас будем говорить, Суккот. А еще до этого, в смысле, после этого, следующее. Деньги. Деньги? Нет, деньги это уже чуть-чуть больше. Саша, привет. Еще одно. Создание и размножение. Продолжение рода. Вы что, с Яшей вместе? С Яшей, да, пошли в синхронизацию. Нет, это уже более такая продвинутая чуть-чуть. А вот после еды и спать сразу. Это, социализация. Да нет, ну что вы сейчас все друг другу, что сейчас желали? Мирного неба над головой. Безопасность у нас главная потребность. Потому что если ты сидишь и ссыкуешь, то тебя, в принципе, может даже поспать и поесть не очень интересовать. Если ты сидишь и ссыкуешь. Вот. Безопасность одна из базовых потребностей. Вспоминаем масло, там тоже где-то внизу прям. Внизу прямо, то есть какие-то базовые физиологические. И безопасность. Безопасность одна из самых основных таких потребностей. Но проблема в чем? В том, что человек по жизни достаточно сильно уязвим. И это каждому человеку нужно как-то понять, принять и прожить в течение своей жизни. Красивая фраза про это, что люди пытаются всю жизнь, например, обрасти деньгами, недвижимостью, властью и так далее. Про это есть одна киллер-фраза. Ты сколько на ноги не вставай, ты в итоге их протянешь. Печально, но факт. Значит, суккот, суть этого праздника, это переход из временного. Это очень красивая фраза. Слышал я, по-моему, от Равашера Кушнера. Суккот, то, что мы выходим вот в эти шалаши, это переход из временного постоянства в постоянную временность. Мы будем разбирать, что это значит, попытаемся. Из временного постоянства. То есть мы живем в том, что мы ощущаем как постоянное. То есть что вот это, что весь наш мир материальный, все, что мы себе построили, все наши надежды и все, в чем мы крутимся ежедневно, что это постоянно. Но факт в том, что мы в какой-то момент появились и в какой-то момент уходим. А суккот – это переход в постоянную временность. То есть мы временно заходим в то, что по-настоящему вечно. Мы в суккот заходим в какое-то божественное присутствие и можем там почувствовать вот эту бесконечную безопасность. Это тоже одна из базовых идей суккот, которую мы тоже будем дальше обсуждать. Еще базовые идеи. Я думаю, что самое главное – два, наверное, слова суккот. Первое – это existence, pure existence, чистое существование. Значит, про что это? В суккот есть такие символы – вода, например. На жертвенник – это единственный праздник, единственный, по-моему, раз, когда приносит на жертвенник просто чистую воду, просто воду лью. Вода – это что-то чистое. И самая базовая питающая жизнь вещь. Как вы говорили, там, сон и еда – базовые потребности. Ну, вода, она как бы еще базовее, чем еда. И это ассоциируется вот existence, то есть существование чистое, вода, прозрачность. И в кабале есть такая медитация, одна из, это считается самым высоким и самым сложным уровнем медитации – это визуализация nothingness. Визуализация как бы отсутствия, ничего. Написано, что бог – это ain't soft, это то, чего нету конца. То есть это как бы для обычного материального человеческого взгляда это как бы ничто. И эта медитация на nothingness, она, например, может выглядеть так, что ты представляешь себе на каких-то там, на каком-то уже там седьмом миллиардном своде небес имя бога, а потом ты представляешь его, что оно состоит из черного огня, горящего на белом огне, а потом ты вот этот черный огонь ты переводишь в ничто. То есть как будто это буквы составлены из ничто. Что такое ничто? Это, например, вот если визуализировать, помните, мы это с вами чуть-чуть пытались, что находится у тебя, вот ты смотришь вперед, что у тебя находится вот там в голове, вот в ту сторону головы. Или, например, вот ты смотришь на стенку и вот пространство между тобой и стеной. И теперь убрать фон, цвет, расстояние, время, в общем, все убрать. То есть это просто такая абсолютная какая-то чистота и абсолютное единство. Если человек научивается это визуализировать, это прямо скилл. Это не просто визуализировать ничего. То есть это прямо мозги начинают хрустеть, когда пытаешься это сделать. Но это такая визуализация, которая дает такое самое приближенное, может давать самое приближенное ощущение к божественности. Это такая каббалистическая медитация. Значит, и первое слово «суккот» – это такое чистое существование и связь с бесконечностью. А второе, более простое и понятное, это турист. Второе главное слово «суккот» – это то, что ты здесь турист. В «суккот» люди со статусом в роликсах, в возрасте, пересаживаются со своих геленвагенах на раскладушки на семь дней в шалаши. Вот, снимают роликсы и идут на раскладушки. Как в пионерлагере. Есть такая история в эту тему про туриста, про Хефицхайма, что к нему как-то приехал кто-то из очень… ну, очень богатый и очень издалека. Заходим он к нему в дом. По-моему, если я не ошибаюсь, он жил в Ружине, мне кажется. И я затрудняюсь сейчас сказать, это Польша, Украина или где-то, не помню. Наверное, это Польша. И было это лет… Поправьте меня. 100-150 назад. Надеюсь, не соврать. Ну, в общем, я примерно договорил. В общем, давно было. В стародавние времена. И давным-давно где-то там был мудрец. Хефицхайм. Написал Мишнабруру аллахические своды важнейшие еврейские. И к нему приезжает вот этот богатый человек, который очень долго до него ехал, приехать к этому великому мудрецу, получить у него благословение, что-то у него узнать, что-то с ним посоветоваться, дать ему дзадаку какую-то. Он приезжает и смотрит так, а у этого Хефицхайма там стоит в доме просто какая-то одна скамеечка, одна свечечка, с которой он учится, и какие-то шкафов нету, ничего нету, просто вот так вот он в комнатке. Ну, в какой-то очень экстремально скромно живет. И этот говорит ему, что, Рэбе, вы, ну, самый известный, один из самых известных раввинов поколения. Вам только как бы моргните два раза и вас озолотит весь еврейский мир. Ну, то есть, в чем ваш поинт? Зачем вот это все? Он говорит, то есть, почему у вас нету никаких вещей? Он говорит, ты вот откуда ехал? Он говорит, там, откуда ты издалека, там, давайте скажем, из Америки там плыл, ехал и так далее. Из Америки плыл. Он говорит, у тебя дома много там шкафов, вещей, там, люстры и так далее. Говорит, ну, да, много, хорошо живу. Он говорит, а что ты их с собой не взял? Он говорит, ну, я здесь проездом. Он говорит, вот и я здесь проездом. Вот. И это то ощущение, понятно, мы в нем жить всю жизнь не готовы, но это то, что в Суккот нужно почувствовать. Мы переходим во временное постоянство. То есть, мы временно переходим в вечность. Мы временно отключаемся снова. Это чуть-чуть похоже на Йом-Кипур. То есть, чуть-чуть отключаемся от такой материальности. И мы живем на полную, на полную радуемся, но не материальному, а чисто духовному. То есть, это такое, как бы, продолжение Йом-Кипура в нашей жизни в каком-то плане. Вот. Красивая история про Хофицфайма. Вот. И теперь давайте опишем людей, как люди живут, как они чувствуют эту жизнь, может быть. О, Кристина, привет. О, Яша, маска маски. Оригинально. А ты боишься рыбу заразить? Значит, люди живут так. Люди очень вцепляются в материальность. Ну, мы живем в материальном теле. Мы хотим много денег. Мы хотим банковские счета. Хотим, хотим, хотим. Люди вцепляются в материальные банковские счета, и с ними они, как бы, и умирают. Я как-то вам, по-моему, рассказывал эту историю, да, что, как вот этот человек, он перед смертью написал, в общем, сделал так, что когда он умер, его детям пришло письмо, что похороните меня в носках. Вот, а по еврейскому закону, а он был такой, раввин серьезный, ему говорят, что, в общем, они сколько ни пытались, невозможно по еврейскому закону похоронить в носках. Вот. И он говорит, им приходит после этого следующее письмо, там, через еще неделю или сколько. И там написано, смотрите, я с собой даже носки не уносил. Все мое наследство, которое вы забираете после меня, знаете, что вы его с собой тоже не утащите, как и я не утащил даже носки. Так вот, и люди вцепляются в материальность. Они, знаете, вот есть вот эти люди, вы можете увидеть их на центральных улицах вашего города. Сидят они в таких больших джипах, но это, наверное, в этом, в каком-то СНГ пространстве немножко больше так можно увидеть. Но в целом везде, везде вы такое увидите. Просто где-то больше, где-то меньше. Это идешь ты вот по какой-то центральной улице красивой и проезжает, и вот так вот ты стоишь на пешеходном переходе, и тут подъезжает какая-то вот эта вот машина, которая загораживает с собой небо. Такая очень большая серьезная тачка подъезжает. И сверху на тебя вот так вот, вот так вот оттуда смотрит вот такое вот лицо. Она еще иногда бывает чем-то обвешана. Вот так вот она на тебя смотрит. И вот эти вот люди с такими, с огромными котлами на руках, они смотрят на тебя с очень серьезными лицами, вот так вот снизу вверх. И ты как таракан вот это там такое, что-то по своим ногами своими подишь по этой бренной земле под их этими большими джипами. Иногда на их этих джипах может быть написано, например, бывает, что написано «Моя жизнь, мои правила». И вот он едет, и там написано «Моя жизнь, мои правила». И лицо его тоже вот такое очень серьезное. То есть не расслабляющееся такое, не улыбающееся. Ну, потому что когда ты такой, ты не можешь улыбаться, когда ты как бы такой серьезный. И в такой машине тебе не до улыбок, в принципе. Вот, ты как бы, ну, ты очень такой, ну, уважаемый как бы человек. Вот. И в чем здесь проблемка? В том, что «Моя жизнь, мои правила», да? В том, что интересная идея, знаете? Бесконечность времени тебя не было. Бесконечность времени тебя не будет. Тут ты вдруг вылупился. Ты не управляешь ни своим полом, ни датой рождения, ни местом рождения, ни семьей, ни страной, ни достатком, ни тем, с кем ты знаком изначально, ни условиями, ни вирусами, ни войнами. Ты даже не можешь сделать, чтобы ты родился или не родился. Вот. Ну, сидишь ты с лицом очень серьезным, и тебя как бы вся эта философская хрень не интересует. Вот. И помимо этого, ты не знаешь, что у тебя за спиной в любой момент времени. Это где-то у царя Шлома, по-моему, написано, что люди там делают какие-то мегапрогнозы, с очень важными лицами там что-то прогнозируют, там войны, не войны, вирусы, не вирусы, что угодно. Но они в любой момент времени, они не знают, что у них сейчас за спиной, что им может прилететь или кто там подходит. То есть ты не знаешь, что у тебя находится вот прямо вот здесь. Вот здесь. И что будет завтра? И какая будет завтра погода, ты тоже не знаешь. А с 2020 по 2022 год мы это знаем прямо на собственной шкуре, что ты, блин, не знаешь. Вот ты не знаешь. Ну вот не знаешь. И что закончится, вот это вот суперсерьезное лицо в этом такое прямо очень напряженное, потому что, ну, ты же уважаемый человек. Закончится это все то, что птички поют, там, солнышко светит, да, ты на камушке. Вот. И, то есть, фишечка в чем? Фишечка в том, что ты, ты как бы что-то за время своей жизни ты в руках держишь, но, в принципе, ты не держишь в руках даже факт собственного существования. Оно нам подарено. Оно нам кем-то подарено. И вот изображать такую важность, изображать Бога, оно забирает очень много энергии. Если ты человек, который пытается все время строить из себя Бога, то понятно, что тебе, конечно, не до улыбок, потому что на тебе ноша, ну, тяжелая. И таких людей обычно, которые, то есть, чем больше ты вцеплен в материальность, тем больше вот этих людей с очень, на очень большой высоте и на очень мягком сиденье, как у меня, и на очень, и с очень серьезными лицами, их обычно мучает серьезный экзистенциальный страх. Такой глубоко внутри, который иногда больше, иногда меньше, но он внутри так жужжит. Потому что они где-то глубоко внутри знают, что все, во что они вцепились, все, с чем они себя связали, и все, вот эти все стены, которые они вокруг себя выстроили, весь свой образ, они знают, что это временное, что это временное постоянство. И вся идея сукот – это напомнить себе, что есть что-то действительно постоянное. Итан, поправьте тебе сказать, что вот про вот эту всю серьезность. Вот в первый день войны, когда это все началось, и вот эти вот модные, вот эти вот кирпичом лица чуваки приезжали на своих геликах, на своих бронированных машинах, бросали их здесь, и пересаживались в автобусы, и ехали со всеми, потому что они, то есть, это вся серьезность куда-то делась, эти все понты куда-то делись, и они еще не могли все помнить. И лица попроще были такие, да. Да, они все были очень набуханные, но они бухали от безысходности. Все вот эти модные люди, которых я раньше, я на них вот так смотрел, думаю, ничего себе, они все были набуханные, все были очень в страхе большом, все сели в общие автобусы, все уехали, как все, машины здесь все пооставались. Конечно, сейчас все вернулись уже, все как прежде, ну почти, но вот это оно куда-то делось, а как же, а тут другой вопрос, а смысл тогда быть таким, если ты не можешь даже в таких ситуациях справиться с этим всем? Ну, смысл тогда от этого всего. Надо, ну, если уже быть конкретным, то быть конкретным до конца, а не только в мирное время, проезжай мимо тебя. Да. Ну и любой человек у него может, да, это очень хорошая иллюстрация, и то есть любой человек у него в какой-то момент жизни, он что-то теряет, и в этот момент он чувствует, что все, во что он вцепился, оно такое призрачное. Ты можешь потерять очень большую сумму денег, которую ты копил, ты можешь потерять, вот там, ты бежишь с каким-то маленьким чемоданчиком по странам, просто оставив все, ты, ну и так далее, в общем, что мне вам рассказывать, вы как бы, вы в курсе. Вот, и, но когда человек вот так живет, ему как бы некуда, некуда улыбаться, он очень серьезно смотрит сверху вниз, но иногда, знаете, вот эти, от этих людей бывает, что даже веет, немножко грустняшкой такой веет, и иногда у них лицо вот это переключается с очень серьезного на очень такое, немного депрессивное такое, оно как бы, оно так сливает с два лица, вот это вот очень такое, и при этом, ну, тоска такая какая-то. Вот, и обычно они, когда в возраст приходят, то тоже там начинается чуть-чуть вот эта религия, там очень обостряется, ну такое, в общем, начинают задумываться что-то в ту сторону. В Торе это лучше всего репрезентует фараон, фараон. Есть такой посыл, там сказано как-то так, что весь Нил мой, и я сам себя сотворил. Фараон позиционировал себя фараоны как бога Египта, они были богом. И есть люди, которые также пытаются в своих больших дворцах, ну вот, они пытаются вот, типа, я сам себя сделал, все в моей руке, и вот с таким лицом живут. Ну, ты не знаешь, что будет завтра, и что у тебя за спиной. Выход из этого, вот как бы ключевой момент, суку, от праздника, это расслабься, включи бетахон, включи упование, будь проще просто, вот отпусти, отпусти ситуацию, улыбнись, просто вот расслабь вот это лицо свое, чуть-чуть пройдись пешочком, как простые смертные, расслабь вот это хлебало, отцепись от переменного, от временного, войди в суку во временное постоянство, увидь, что ты живешь в этом материальном мире все время, ты в него вцепился зубами, ты думаешь, что ты его приобрел, что ты его схватил, что он с тобой вечный, он тебя определяет, и ты, как ты через него самореализуешься, но нет, и ты это знаешь глубоко внутри, ты это знаешь, отцепись от него, вцепись в вечность и расслабься, и тогда это очень радостно. И вот это главный месседж, я думаю, праздника, праздника суку. Человек в этот праздник, он может, сидя в суке под, в этом шалашике, под виде звезды между этих прутиков, он может там почувствовать такое легкое дуновение божественности в своей жизни, входя в суку, мы должны почувствовать, что почему это временное постоянство, потому что мы входим в настоящий образ нашей жизни, потому что все, что мы вокруг себя выстроили, вся наша цивилизация, все наши системы коммуникаций, которые просто могут рассыпаться вот так, если я помню, что в том году мне приходилось на этом как-то настаивать, стаивы там или как бы, но она не очень чувствовалась, то теперь, что все наши стены, которые мы выстроили, и вся наша инфраструктура и вся цивилизация, она может просто вот как кирпичный, как карточный домик, просто что от нее может вмиг ничего не остаться. Есть, кстати, просто это маленький, не то что автопа, звездочка, я вспомнил, что есть какие-то вспышки на Солнце раз примерно в 150-200 лет, которая последний раз была до того, как сделали электричество. Дело в том, что если она произойдет, то в этот момент отрубится все электричество, вообще которое есть. Но это будет такой полуапокалипсис, то есть придется вспоминать, как разжигать огонь. Вот, то есть помимо там войнушек и чего-то такого, есть еще масса вариантов, есть еще масса интересных вариантов, как можно прочувствовать, что ты в эту жизнь зубами не вцепишься, и тебе нужно вцепиться в жизнь, тебе нужно вцепиться в настоящую жизнь. Настоящая жизнь – это что-то вечное, находящееся в нематериальности, в которую ты все время пытаешься вцепиться. Вот, это, я думаю, база, прямо база праздника Суккот. Очень кайфовая, очень классная, очень радостная. Человек, который идет вот с этим чувством, и который это чувство вот из этого праздника, он забирает с собой на весь год. Он, в принципе, понятно, что евреи, они очень вовлечены в материальный мир, у нас не религия, отстранение от материи, как хорошо известно, совершенно нет. Но, играя во все эти игры, он понимает, что это игры. Он понимает, что это просто нужно для обеспечения своей жизни, для хорошего уровня. Но у него всегда на внутреннем уровне есть вот этот тонкий нить, тонкий звук, тонкое ощущение такого чистого existence, чистого бытия, которое он, да, держит в руках по-настоящему. И тогда, если он теряет вот это все то, во что он пытался вцепиться, тогда он не так пугается, он знает, что это жизнь. И он знает, что он прицеплен к чему-то, блин, настоящему. Вот, он знает, что все материальное – это явление временное, что нужно вцепиться во что-то настоящее. И теперь добавочки какие-то к этой теме. Например, у экзистенциалистов, ну, то есть философская школа экзистенциалистов, там есть Сёрен, как это, Сёрен, по-моему, его зовут, Киркегор, в общем, Хайдеггер, такие всякие там есть, много запутанных имен. Есть, например, у них такая, ну, определение, фраза, пограничное состояние называется, пограничное состояние. Ну, пограничное состояние – это, например, то, что я вам уже там несколько раз, по-моему, рассказывал. Ну, в принципе, да, когда ты, наверное, бежишь с чемоданчиком, да, под какой-то, с этим, с одним, ну, с чемоданчиком, да. Под Сиренами, в принципе, это может быть похоже на пограничное состояние. Ну, вот то, что я вам рассказывал, да, когда я там несся на велосипеде, там, за друзьями по спуску, и я не видел, что там за углом, в общем, чуть не, ну, не знаю, что бы со мной было, если я там как-то дрифтанул, как в форсаже. Ну, там сердце стучало, все, перед глазами пролетело, все, что могло пролететь, вот, было очень. И вот это вот пограничное состояние, когда ты вот прямо на собственной, когда ты как бы вот где жизнь и не жизнь, и ты как бы оказываешься вот на границе. И ты чувствуешь, и ты вдруг чувствуешь, что, ну, эта жизнь, она такая, это вещь непостоянная, это не то, что ты держишь в руках, это не то, что зависит от тебя напрямую. И ты начинаешь так более философски смотреть на вещи. Ну, либо там такая история, которую, мне кажется, я тоже рассказывал, да, как я вез на скорой своего тестя, ну, и не довез. Входить в детали не будем, но вот прям я видел это своими глазами, и это тоже жизнь делится на до и после, очень так отпускает, и ты прямо глазами видишь, вот есть тело, и вот есть душа. И ты как бы, у тебя так немножко меняется вообще картина мира, зачем жить, как жить, к чему, за что зацепляться, за что не зацепляться, как наставлять приоритеты, как бы с кем общаться, с кем не общаться, как тратить время и так далее. Очень меняется внутреннее состояние. Вот. Это была одна добавочка. Ну, и в Торе есть много таких. Например, даже вот в Роша Шанай Йом Кипур мы читали, есть там такие фразы, там, что мы как лист, несущийся по ветру, не уносили нас слишком быстро. Дни нашей жизни, там, лет 70-80, они как моргание глаза. Там, поколения цивилизации исчезают очень быстро. И то, о чем мы будем говорить дальше, это связано с четырьмя видами растения, которые есть в Суккоте, они тоже символизируют все эти вещи, что человек подобен дереву и полевой траве. Интересная аллегория, мы сейчас посмотрим, что это значит, что человек, он нечто такое прекрасное и растущее, как растение. Сейчас войдем в аллегорию чуть позже этого, этой темы. В общем, к чему это все? То есть, чтобы зацепиться, что нужно подумать, нужно зацепиться за что-то реальное, за что-то вечное. И ты зацепляешься за него, и твоя жизнь превращается из материальной параболы в духовную гиперболу. Парабола – это что-то, что идет вот так. То есть, есть у меня как бы, вот я родился, вот я коплю бабло, вот я молодец, вот как все хорошо, и вот потом я… Ну и потом есть такое, называют это депрессия, которая бывает начинается у людей там, ну уже как бы, так сказать, на финишной прямой, что, ну мол, все уже как бы, уже я просто доживаю, уже как бы будущего нету, жить дальше некуда. А интересно, один раз спросили у Юнга. Юнг – это основатель аналитической школы психологии, которого Фрейд сначала, он называл его «мой крон-принц», и что весь психоанализ пойдет через тебя. А Юнг сказал, мол, твоя теория либидо такое, в общем, либидо, оно не только сексуальное, там еще очень много всего, и символы у тебя, Фрейд, не символы, ну и так далее. Было целый ряд расхождений. Юнг был, скажем так, намного более духовен, можно так сказать, чем Фрейд. Хойт. И у него задали вопрос, что делать вот этим людям. Он говорит, когда ты в таком возрасте, у тебя вот это начинается, в общем, тебе нужно жить с мыслью и состоянием, что ты никогда не умрешь. И более того, он говорит, что все сны, все бессознательное, все изучение бессознательного, они очень ясно показывают, что у нас внутри, и в бессознательном, и на самом нашем глубоком уровне, вообще понятия смерти нет. Мы не думаем, мы не можем понять, вот я, вот это вот я, оно просто не... не сходится с идеей того, что я могу пропасть. У него нету чувства, что меня может не быть. Оно чувствует, что оно... Оно само чувствует, что оно вечное. Оно не может... То есть и это демонстрируют и сны, и символика древнейших мифологий, и так далее, и так далее. То есть все глубинное человеческое психика мы воспринимаем так, как будто бы мы не умрем никогда. Он говорит вот этим людям, которых начинают там или в течение жизни, или чаще на последних этапах жизни иногда такое появляться. Ты должен жить, как будто бы ты никогда не умрешь, как будто бы у тебя еще все впереди, как будто ты должен строить планы, ты должен что-то создавать. И вот это вот... Вспомни нас к жизни, царь жизни. То есть мы живем, мы, евреи, мы живем не в материальной параболе, мы живем в духовной гиперболе, и где вот этот момент, когда твоя зацепка за материальность, которую люди назвали страшным словом смерть, у нас это просто пересадка на следующий поезд, который турбопоезд. И если ты жизнь до этого, до этой пересадки жил вверх, то этот турбопоезд ускоряет тебя с бесконечной скоростью вверх. Если ты был вцеплен в материальность, то он продолжает, видимо, то, что ты создавал до этого. Просто ускоряет то, что ты создавал свою прошлую жизнь. Но это очень крутое такое утверждение жизни, что ты должен жить так, как будто бы ты... Не так, как будто бы, а мы реально будем жить вечно. Мы реально будем жить вечно. Это то, чем, блин, евреи здесь занимаются. Понимаете? Мы только начали. И в 80, и в 120, ты только начал. Это очень мощная, крутая идея. Нужно вцепиться в вечное с зубами. А материальное понимает, что это сегодня есть, завтра нет. И стараться царь Шламо говорить, что пусти свой хлеб по воде, и он к тебе вернется. Ну, это примерная цитата. В чем идея? А, и что-то 7-8 дай преимущество или приоритет. То есть, в общем, диверсифицируй, раскладывай эти, как это говорят, яйца в разные корзины. Деноцифицируй. А? Деноцифицируй, ты хотел сказать, наверное. Да. И мобилизируй. Значит, мобилизируй яйца в разные корзины. И, значит, раздай максимальному количеству людей что-то хорошее. И в тот момент, когда у тебя будет просадка, эти люди, вот эта твоя нетворк-сеть, они тебя поддержат. Мне кажется, кстати, мы это, ну, вот в тяжелые времена, вот в ситуации нашей организации, мне кажется, это тоже неплохо работает. Вот. И, в принципе, на этом очень сильно построено еврейское общество, потому что обычно, если у кого-то проблема, то людей, которые готовы тебе помочь, обычно находятся, иногда находятся, в зависимости от того, как подать вопрос, может найтись очень много. Короче, отцепись, доверься, расслабься. Это сукот. И вот ты сидишь в этой суке, звездочки, иногда дождик в суп. Ну, это все хайп. Вот. Это сукот. И теперь чуть-чуть про растения. Написано, 4 вида растения, которые мы берем в руки. И в сукот есть вот эта заповедь странная, да, какие-то, то есть там есть ферин, да, а тут есть вот это какой-то этот цитрон, да, в общем, этроп, такой, как лимон такой, а-ля лимон, такая пальмовая палка такая, и еще там мир, да, по-моему, это называется, и арава, это у нас ива. Вот, ива. И вот мы делаем благословение на это, и там заповедь по Торе, и это я сейчас точно, ну, скорее, насколько я помню, в первый день это прямо на по Торе, и все остальные дни она по мудрецам, и, наверное, во времена храма это во все дни было в по Торе. Ну, сейчас это делают, в общем, каждый день это делают, вот это, и движение, иногда делают, кто-то это делает в суке, а кто-то не в суке, ну, и такое какое-то медитативное, вот это сотрясание растений такое. Ну, вот, такой обычай, ну, давайте с ним разберемся. Евреи, ну, прикольно, да, когда люди это видят, там, например, благословение Луны, и вот там какая-то толпа евреев вечером вышла, и что-то они прыгают, там, глядя на Луну. Вот, такие интересные штуки есть, а тут они, значит, трясут какие-то эти пальмы, какие-то, ну, какая-то тумба-юмба. Что за тумба-юмба и четыре вида? Значит, написано, что человек Адам это Эц-Саде. Какие в этом есть символы? Что он полевое дерево или полевое растение или полевая трава, можно сказать. Что такое растение? Растения могут быть разные, да, это могут быть огромные, которые, вот мы говорили, там, находили там вплоть до, которые 12 тысяч лет, этих 12 тысяч колец. И бывает трава, трава, которая, ну, там, какое-то время она растет и погибает, но их что, или орова вот эта, да, которая в Лулаве, она очень быстро увядает, ее там все время пытаются как-то намочить, чтобы она там до седьмого дня дожила нормально. Растения временные, и они растут и тянутся к солнцу, и они в нем нуждаются и без него не могут. И также они не могут без воды, вспоминаем слово вода, вода – это жертвоприношение в сукот, что ты чистая и чистый источник жизни. И также они могут создавать плоды. Растение живет на источнике, оно временно, оно зависимо, если оно сорвано с источника, то оно пянет. Это аллегория на человека, это то, в чем человек похож на растение, что мы растем, мы очень хотим расти, мы стремимся к источнику жизни, и если мы от этого источника жизни, бесконечного, от этого океана воды оторваны, то тогда мы погибаем. Это как бы духовная связка, духовная привязка каждого еврея, каждого человека. Это одна аллегория красивая, в принципе, на концепцию растений, вот это все, они вкусно пахнут, вот такая атмосфера, сука красивая, украшенная. Еще это аллегория на эти растения, на основные органы, то есть голова была в роша шана, это как бы рош, а остальные органы, которые я сейчас вспоминаю, вот этот рог, он символизирует сердце, то есть это то, что отвечает за жизнь, если останавливает сердце, то и мозг не поможет. Этот пальма, это щедра, это этот самый позвоночник, то есть это то, на чем держится все тело. И про остальные два, мне кажется, вот эти мирты, которые такие кругленькие, мне кажется, они символизируют глаза, то есть это наш основной источник. Помните, я недавно приводил, там сколько-то мы получаем, по-моему, сейчас не соврать, какое-то, в общем, адское количество гигабайт или терабайт в секунду зрения. И последнее, вот про Иву врать не буду, не помню сейчас точно, что это, может быть это почки, но я не помню точно. То есть это тоже отсылка на внутренние органы человека, то есть это как бы, с этой точки зрения, это такая медитация, молитва на то, чтобы мы, на то, чтобы у нас все внутри гармонично работало, даже на физическом уровне. Ну и понятно, это отсылка на духовный рост и как бы на духовные аспекты на духовные аллегории этих органов, потому что, например, в Кабале все тело человека, оно построено по проекции высшего образа Бога. То есть человек создан по образу Бога, и все наше строение, оно каким-то, в чем-то напоминает образ Бога, потому что мы по нему построены. В принципе, суббот – это такой праздник роста, потому что там есть четыре растения, еще они символизируют эти четыре растения, четыре души. В смысле, есть четыре души, да, можно разделить на четыре души, то есть это как бы неживое, то есть мы состоим из, то есть я состою из того же, из чего вот этот диванчик, из тех же атомов, как бы парадоксально это ни было, но мы очень отличаемся. То есть это он, это я. Вот. Потом вторая – это растительное. И в принципе написано, многие мудрецы пишут, и когда мы с вами дальше займемся там вопросами эволюции, не эволюции, там будет, что многие мудрецы пишут, что Мальби мы, ну, увидим кто, что человек, он был создан из наслоений предыдущих дней, то есть что Бог делал творение поэтапно, и сначала он создал базово неживое, потом он создал растительное, это как бы доп-фича к неживому, это что оно, как бы, там есть растительная душа, просто рост, и, ну, какая-то уже базовая форма жизни. Животное – это то, что уже оторвано от места, и оно уже движется, и выбирает направление как-то. А человек – это то, что еще получает, ну, божественную душу, сознание, самосознание, свободу выбора, речь, и прочие замечательные плюшки. И по рамбуму, если я не ошибаюсь, есть еще пятый уровень, пятый уровень – это пророк. И по рамбуму, в принципе, каждый человек в идеале должен стать пророком, то есть это высшая стадия развития человеческого сознания. Вот, это про четыре вида, про четыре вида растений. Сейчас, секундочку. И если тоже сказать немножко о кабале, такие красивые какие-то аллегории, то заповеди с кабалистической точки зрения, они работают как такие переключатели высших божественных процессов. То есть мы можем влиять на мир в высшем духовном плане. своей молитвой и своим намерением. Ну, а на практическом уровне действительно, если один, ну, если мир состоит и цивилизация состоит из людей, то, ну, соответственно, изменения в людях меняют мир. Это даже на простом уровне в этом есть большой смысл. Так вот, но Бог вот эти заповеди как бы разложил, он разложил такие пасхалки, что стоило, что смотри, делаешь вот это в Йом-Кипур или делаешь вот это в Сукот в такое-то время, в такое-то час, приходишь в такое-то место, там найдешь закладку. Вот, это четыре вида растений, это вот такая вот одна из божественных, одна из божественных закладок, что мы на этот год что-то меняем в высшем мире, то, как Бог будет давать нам влияние, влияние в этом году и, в принципе, в нашей жизни и как мы будем жить. А в плане праздника Сукот это очевидно, что это больше всего тема и как бы намерение, которое нужно иметь, это на радость и чистую радость, чистое бытие, чистое самосознание, отцепленность от вот таких вплетенностей в материальное и чем раньше это сделать, тем лучше потом, потому что все эти бури жизни, в которые ты пытаешься вцепиться, в которых ты пытаешься укорениться, на которых ты пытаешься построить свой фундамент, они потом, когда ты как бы ко всему этому готов, ты знаешь, что вечно и на что можно рассчитывать, а на что так сильно рассчитывать нельзя. И последнее, наверное, что символизирует эти четыре вида растений, это очень известное, что это четыре вида евреев. Какие четыре вида евреев, давайте вспоминать, тот, кто изучает Тор и соблюдает заповеди, это, по-моему, у нас Этрог, то есть он как бы и вкус у него есть, и запах, и там есть растения, у которых потом есть или одно, или другое, или ничего нет. То есть это люди, у которых есть или заповеди, или Тора, или вообще злодей. Вот, в чем идея праздника Суккот, это то, что Сука, она объединяет всех евреев вместе. Еврейский народ, это такая удивительная штука, что мы состоим из всех этих четырех видов людей, как бы нам это нравилось или не нравилось, и кто-то издаст один вид, кто-то другой вид, но мы все имеем полную свободу выбора переходить в высшую лигу или в низшую лигу с нашими действиями, поступками и заповедями. И эти четыре вида растений, они также символизируют то, что это собирание всех евреев вместе, единство еврейского народа, в котором все евреи вместе в этой большой радости соединяются с Богом, в этот праздник, в который символы вода, чистое существование, то, что мы здесь туристы, то, что не вцепляйся в этот мир, расслабь лицо, просто отпусти кайфани и живи полной жизнью, радуйся, 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 семь дней, просто, чисто радуйся. Захаину, лехаим, да? Вспомни нас к жизни, Бог хафец бахаим, Бог хафец это как бы желающий, жаждущий, вцепившийся в жизнь. Вот и лехаим, как всегда я вам желаю, я желаю вам большой, красивой, полной, настоящей, живой, горящей жизни, в которой вы зацеплены за что-то настоящее, за что-то действительно постоянное, что в этот праздник Суккот мы все пришли в Суку, каждый в своем месте, в своем городе, в своей стране, в Суку, и замечательно провели там время, и немножко пофилософствовали о том, что в этой жизни действительно важно, и чтобы мы прочувствовали вот этот тонкий аромат бесконечного бытия, который присутствует в этих замечательных шалашах. Большое спасибо за внимание. Вопросы? Вопрос. То, что ты говорил про сон, я не уловила, как это связано с тем, что у нас мы будем жить вечно. То, что я говорил, напомни, пожалуйста, точнее, то, что я говорил про сон с тем, что мы будем жить вечно. Я не помню, что бы я связал, напомни, пожалуйста, может быть, я не понял. вот ты говорил там что-то вроде бы Фрейд, рассказывал, или не Фрейд, что то, что мы видим сны, это как-то связано вот, то, что там все там бесконечно. А, я понял. Не совсем сны, что в принципе в бессознательном, весь наш бессознательный внутренний мир, то есть в глубинной психологии, а это у нас Фройд, Юнг и Адлер в первую очередь, то есть есть сознание и бессознательное. Сознание это маленький кусочек айсберга сверху, и Фрейд, он как бы говорил, что я, мол, сделал мега-революцию, первую сделал Коперник, он сказал, что солнце не крутится вокруг Земли, и что не все крутится вокруг нас, и он, мол, человеку эго подразбил. Вторая, это была, он говорит, Дарвин, это то, что человек, он вообще не вот какое-то там божественное, он просто от обезьяны, а третью сделал я, что человек, он даже не хозяин в собственном доме, что им управляет его бессознательное осознание, оно просто там чуть-чуть что-то отображает, что происходит в его бессознательном, а бессознательное он не осознает. Вот, но это как бы его подход, с которым потом, ну, например, ну, то есть он такой как бы другой, в общем, не будем сейчас в это входить, у Юнга он другой, не будем входить. Вот, но идея, с которой они все согласны, это то, что, не буду говорить прям все и не все, в общем, в бессознательном нету понятия смерти и нету понятия конца. Наша внутренняя, самая глубокая, вот эта бесконечная, бессознательная, вот эта вся пучина этого внутреннего айсберга, она не чувствует, что есть конец, то есть ребенок, он когда ты, ну, ребенок, он намного, у него, ну, в принципе, там до трех лет мы себя особо не помним, потому что у него нету еще особо сформированного сознания и эго, и ребенок, он, в принципе, ну, у него нету чувства, что он может, ну, что есть конец, то есть, в смысле, как это меня может не быть, или вот это первый момент, когда ты понимаешь, что тебя когда-то в прошлом не было, и вот это вот, я помню, ну, наверное, все помнят, да, вот это первый раз, вот в детстве, эта мысль, она рвет мозг, то есть, мы как бы, мы не готовы, ребенок, ну, то есть, наше бессознательное, оно не готовы к идее, что его может не быть, ну, как бы, с еврейской позицией, в принципе, с позицией Юнга, в целом, оно так же, что, ну, оно так чувствует, потому что это так и есть, потому что оно находится вне материи, непосредственно, у него нету начала и конца, но у Юнга, например, есть, это уже что-то намного ближе к божественному, у него есть коллективное бессознательное, и когда у него спросили, верите ли вы в Бога, он сказал, что я знаю, что Бог есть, вот, очень интересно, я думаю, на этой позитивной ноте, можно завернуть. А по поводу ребенка, можно вопрос? Давай. Вот смотрите, если, например, вот,